Раньше хозяйство держали в каждом доме, и для всех это было обуденностью. Сейчас встретить семьи, которые держат лошадей, коров, свиней, куриц и гусей – большая редкость. Одной из таких семей, которая продолжает держать домашнее хозяйство, является семья Галяшиных из поселка Шиверский. Семь лет назад у Ангелины Галяшиной появилась настоящая цыганская лошадь. И с тех самых пор ее любовь к животным стала безгранична. У семьи Галяшиных большое домашнее хозяйство, но самым любимым животным в нем является лошадь по имени Чернига. Геля уверенно сидит в седле сама и учит кататься на лошади других. За Чернигой старшая дочь семьи Галяшиных ухаживает самостоятельно. Чешу, гуляю, с ней мою, расчесываю, питаю. Во дворе семьи Галяшиных нас встретили две собаки – чистопородные кавказцы. Совсем недавно у них родились щенки. Пока они еще маленькие, но когда вырастут, их вес будет достигать 50 килограмм. Чтобы щенки хорошо росли, им нужно сбалансированное питание. Надо, чтобы рацион был, чтобы было мяско, чтобы было кисломолочка. Ну и в принципе все, витамины, прививки. Галяшины держат непростое хозяйство. Они разводят диковинные виды животных. Например, белых индоуток, а также различные виды кур – цесарки, галашейки, арпингтоны, хохлатые, кучерявые и даже аракуаны, несущие зеленые яйца. Анна сама в домашнем инкубаторе выводит уток, гусей и цыплят. Закладываешь яйцо, он полностью автоматически, только воду подливать, и всю температуру он держит сам. Ворочает яйца он сам, поддув он делает сам. Ну в принципе вообще никаких проблем. Вот эти блицы, у нас блиц 120 и блиц 48. Это на 48 яиц. А еще семья Галяшиных разводит вьетнамских веслоухих травоядных свиней. Эта порода отличается черным окрасом и совсем неприхотлива. А мясо и сало, которые дает веслоухая свинья, очень нежные и сочные. Свиньи вырастают даже до 100 килограмм, но там одно сало будет. Бьют их в маленьком возрасте. Где-то когда они дорастают до килограмм 30, вот тогда их забивают, и получается одно мясо беконное. Они очень добрые, у них почти нет запаха, в отличие от розовых свиней. Они очень мало кушают. Они, например, взрослая свинья ест 500 грамм сухой дробленки в день, плюс трава, сено, ветки. Еще в хозяйстве есть 9 особей крупного рогатого скота, среди которых 3 молодых теленка. Чтобы прокормить всех животных, на зиму галяшины заготавливают около 15 тонн сена. Управляться с таким хозяйством, конечно, непросто. Но Анне помогает муж и дети. Удивительно, но у всех членов семьи большая любовь к животным. Я с детства люблю животных. Я тянулась к ним, мама тоже знает. И вот лошади. Если бы не хозяйство, мне бы лошадь не взяли. Утром я встаю и иду наливать воду. Самое первое. Степка разносит зерно. Потом мы им рвем мелкую травку, чтобы они покушали ее. Потом еще днем надо им доливать воды. Сначала управляемся в стайке, кормим всех. Сначала свиней, потом телят сеном. Свиньям можно нарвать большую траву. Например, бодолей и вот это все. Прей, вот такую траву. А еще у галяшинах есть кролики. Породы французские бараны. Буквально на днях они принесли потомство. Четырех маленьких крольчат. Помимо хозяйства на улице, у галяшинах и дома настоящий зоопарк. Четыре аквариума с различными рыбами. Белая крыса, два пекинеса и кошка. Все эти животные являются полноправными членами большой и такой удивительной семьи. Из сибирской глубинки. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богчаны.